Всем привет! Я Владислав и в этом видео я помогу вам разобраться в животрепещущем вопросе. Когда, зачем и главное, как правильно чистить Айкос? Ну, для начала я хочу обратить ваше внимание на все наши старые материалы по данной теме. А ссылочки будут в описании под этим видео. Зачем вообще чистить Айкос? Ведь табак в стиках не горит. А значит дыма и смол практически нет. И это правда, смолы не попадают в легкие, но температура нагрева стиков достаточно высокая. И при взаимодействии с табаком постепенно возникают отложения в самых горячих зонах устройства. На нагревателе и вокруг него внутри держателя. Плюс тут могут оставаться частички табака. Что же будет, если долго не чистить держатель? Вы почувствуете неприятный привкус. К аромату табака будут подмешиваться выделения от многократно нагретых табачных отложений. Вкус будет немного резкий, с горчинкой и как будто даже немного пережженный. Вот это изменение вкуса явный признак того, что держатель пора чистить. В инструкции производитель рекомендует проводить чистку после каждой пачки стиков. Но, возвращаясь к вышесказанному, я бы рекомендовал ориентироваться именно на изменение вкуса. Если почувствовали что-то неладное, приступайте к чистке. Внимание! А вот тут очень важный вопрос. Когда не нужно чистить Айкос? Я бы категорически не рекомендовал чистить Айкос сразу после его использования. Дело в том, что нагреватель, керамический, который установлен в этом устройстве, он очень хрупкий и сломать его очень легко. И эта вероятность многократно увеличивается, если нагреватель горячий. Ну, а теперь переходим к процедуре чистки. Процедура чистки у разных моделей Айкос в принципе похожа. И только инструменты для чистки могут немного отличаться. У старых версий это ершик на проволочной основе. И у этого инструмента есть некоторые недостатки. Чистит он не так тщательно и быстро, как новая версия щеточки. Поэтому время чистки с ним будет больше и, скорее всего, нужно будет еще воспользоваться дополнительными средствами. Кроме того, проволочная основа щетки может деформироваться и цепляться за нагреватель. А чрезмерная нагрузка, как я уже говорил, может привести к его повреждению. Поэтому, если у вас подобный инструмент для чистки, я рекомендую быть очень внимательным. А еще лучше сменить его на усовершенствованную версию, которую можно без проблем приобрести в Айкос-центре или в фирменном интернет-магазине. Новое усовершенствованное приспособление для чистки сейчас идет в комплекте с любой моделью Айкос. И отличить от старой ее очень просто, потому что она уменьшилась в диаметре. Вместо щеток тут используются лопатки из мягкого пластика, которые лучше сбивают отложения, накопившиеся на нагревателе. В нижней части инструмента имеются специальные зубчики, которые очищают основание держателя вокруг нагревательного элемента. При этом опасность повреждения нагревателя в процессе чистки практически сведена к нулю. Итак, переходим к чистке. Снимаем колпачок, вставляем инструмент внутрь держателя и чистим вращательными движениями. Время от времени извлекаем инструмент и вытряхиваем мусор из держателя. Повторяем процедуру несколько раз до удовлетворительного результата. Еще раз хочу отметить, что новое приспособление для чистки на 100% результативно очищает держатель и нагревательный элемент. И делает это быстрее и эффективнее, чем старая щеточка. Если после чистки вокруг держателя остались грязные участки, то стоит воспользоваться ватными палочками. Они есть специальные фирменные, которые также продаются в точках распространения Айкос. Но по опыту могу сказать, что можно также использовать обычные ватные палочки, слегка смоченные водой. Единственный момент, выбирайте тонкие и старайтесь не подвергать сильным нагрузкам нагревательный элемент. На этом все. После чистки возвращаем колпачок держателя на место и можем снова наслаждаться тонким ароматом табака при помощи Айкос. Еще раз хочу отметить про наши текстовые материалы и видео по теме нагрева табака и другим альтернативам курению сигарет. Читайте и смотрите по ссылкам в описании под видео. На этом я буду прощаться. Лайк, подписка. Оставайтесь с нами. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok